Спасибо за просмотр, который вы мне дали. Очень креативно. И очень важный. В самом деле, бронхоскопия была настоящая синдерела. До 1980-х. Профессор Корбетто всех приветствует. Спасибо большое за возможность поприсутствовать на нашем симпозиуме. И название его доклада действительно «Бронхоскопия. Путь из золушки в принцессы». На самом деле, изначально, бронхоскопия в Италии как раз такой золочкой и была. Но сейчас у нас есть очень быстрый развитие новой техники. Благодаря нашу господь, Думан, который предпочитал бронхоскопию, стены и лазеры в результате многих респираторных заболеваний. Но в последние годы бронхология развивается очень бурно. И она уже потихонечку, потихонечку выходит на первую позицию. И вот как в сказке, когда золушка встречает свою крестную, таким крестным для бронхологии стал Клео Дюмон, изобретатель первого эффективного и до сих пор являющегося золотым стандартом в разных ситуациях экстернатрахеобархиального, который возродил региду и бронхоскопию индивиду. Спасибо. And thank you to the prince Harry Baker from Heidelberg who introduced the ultrasounds and the E-BOS, the linear and the radial E-BOS that permit us to diagnose better the respiratory diseases and use of Hostqûk in Canada, especially for the linear E-BOS и так далее, с Соломоном и Шварцкой, с навигацией по пульмонарной ногею. И теперь мы можем воспринимать астмой и СУПД с бронхиотермопластикой и с болезнью. В Италии в мире было несколько. Один из них это Хенрик Беккер, бывший руководитель отделения респираторной эндоскопии в клинике Гебетберге в Германии, который впервые показал возможности эндопринхиальной ультрасонографии в диагностике патологии средостей. Затем Кацухиро Исуфоку, который изначально работал в Японии, сейчас он работает в Канаде, в Нориале, и он развил эту методику, сделав ее по факту стандартам стадирования немалкоточного рака легкого онкологии. И два других наших представителя, это Штефан и Джеральд Кокс, которые развили методику, когда сидели легочную ткань, стало возможно выполнять навигационную бронхиотерапию с диапсиди периферических образований легкого и лечение бронхиальной астмы, первая работа Джеральда Кокса, лечение бронхиальной астмы с помощью бронхиотермопластикой. Таким образом, новая новая специальность была создана, называемая интервенциональная pulмонология, которая является сестром, или специальность от других специалностей, как пульмонология, как трясинология, как эндоскопия в России, в России, и многие из этих просьбов, которые входят в руководителя, например, пульмонология, периферальные nodules, радиальный IBUS и электромагнитная навигация – это лучшая опция для диагноза и для стажирования. И для стажирования также. ИБУС и ИОС – это лучший выбор для стажирования. И вот благодаря всем этим прекрасным принцам, которые бронхология встретила на своем пути, сейчас родилась за рубежом, появилась новая дополнительная специальность, которая является более углубленной специальностью – интервенционная pulmonologия, она называется, или интервенционная бронхология, которая за рубежом является младшей сестрой таких профессий, таких специальностей, как пульмонология, таракальная хирургия, онкология таракальная, и возможности интервенционной pulmonologии сейчас очень широкие. Например, на последних двух слайдах профессор Корбетто показал последние рекомендации, актуальные рекомендации, как стадирование рака легкого, где эндосонография средостения, эндобархиальная эндосонография, мини-зонды, они уже входят в рекомендации, как метод, имеющий приоритет в малоинвазивной диагностике. Мы больше можем не подвигать хирургическому стадированию, а сначала пробовать менее инвазивные методики. Ну, наконец, последние рекомендации по стадированию не мелкоклеточного рака легкого, они также говорят о том, что этот метод действительно очень эффективен, но вот здесь красным цветом выделено, что только при адекватном уровне обучения и навыков оператора. But the key of the success of this procedure is mostly in the staging and in the other procedure is the availability of these technologies, of course, but also the appropriate experience and skill of the operator. This is the key. Sorry. Also in the peripheral lesions, as you can see, the yield depends on lesion side, block of science and prepositive, but especially from the operating skills. Еще раз профессор Копетов подчеркивает, что, конечно же, эффективность этих методик, ну, во-первых, она зависит, есть ли она у вас или нет, есть ли у вас доступ к этой технологии или нет, а во-вторых, конечно, от опыта оператора. Вот посмотрите, на слайде, посвященном периферическому выразованию легких, приведен список факторов, которые влияют на эффективность биопсии. И четвертым по последовательности, да, но, наверное, первым по значимости является опыт, навыки оператора. The problem is that in the fellowship, in the pulmonary medicine fellowship, in the United States, in Italy, maybe, or in Russia, only the basic procedures are teaching. For example, in the United States, only bronchoscopy, flexible bronchoscopy, and thoracentic endotrache intubation. In Italy, as well, only 30 video bronchoscopies as operators, 50 as observer. The problem, as always, is in detail. The problem, as always, is in detail. For abroad, to become a pulmonologist or a thoracic surgeon, you have to take a specialization about bronchoscopy. The problem is that during your residency, in the international office, can be used to be a pulmonologist or a thoracic surgeon. The UK, in the previous slide, and in Italy, must be shown to be a certain number of many manipulations. The dog doesn't include 30 video bronchoscopy. On the 50 000, he must be involved and 30 000, he must make a regimen for 30 patients. In treating patients with lusy, the treatment is 15, the kind of trastobronchitis and therapy. речи не идёт, т.е. обновления к врачам в рамках их базовой программы они тоже базовые. И вот для того, чтобы эту проблему решить, когда большинство зарубежных специалистов, они выходят с каким-то знанием о бронхоскопии, но недостаточным для того, чтобы адекватно заниматься диагностикой и лечением пациентов таракального профиля, замечательный доктор Карл Лэмп из Соединённых Штатов предложила вести дополнительную программу, тренировку в области бронхологии в течение одного года. Год посвящён только бронхоскопии и это называется интервенционной пульмонологии. После этого документа, 37% интервенционной пульмонологии феллосипа, создавал в США. И это документ, мульти-дисциплинарный, с честами и другие Американские ассоциации, бронхологи, etc., В рамках этой программы, которая была основана в Соединённых Штатах, на данный момент действует 37 тренинговых центров по нашему кафедру, где обучают врачей в течение одного года дополнительным навыкам выполнения бронхоскопии. Описание этих процедур, формальное описание, было представлено в ряде ведущих американских научных журналов, и более того, специалисты теперь проходят формальный лицензионный экзамен, который признаётся на всей территории США. Unfortunately, в Европе мы не имеем такой структуре программы, структуре программы. Но мы имеем очень интересные инститивы, как эта, в Европе Респираторий Союз. Это структуре программы для IBAS, структуре в три фазы, один из теории, один из клинической семьюлажной тренинг, и в конце – супервиседренинг с экзаменацией, и в конце – с производством трех видеосреда. Но в отличие от Соединённых Штатов, в Европе нет единого мнения, и такой вот едины и стройной программы подготовки бронхологов нет. Но в Европе есть проект, один из таких вот проектов – это проект подготовки специалистов в образе эндопроэтерхиальной ультарсонографии под эгидой Европейского респираторного общества. Этот проект делится на три части. Первая – теоретическая, вы изучаете теорию, соответственно, в онлайн, да. Вторая – это клинический симуляционный тренинг. И третья – это уже выполнение процедуры под надзором специалистов. Есть еще другие инициативы, но, как я написал в новом книге «Ассоциация Бронкер-интернационная пульмонология» после занятия, есть два мастерства, один-летний мастер в Европе, один в Франции, один в Спании, но с другими курикулами. Итак, теперь мы не имеем ни один конкурикул, ни один certificат на компетенция в ИП в Европе. Поэтому есть огромная потребность для тренировок ведения к европейской стандарте в ИП, как мы имеем для основной философии пульмональной медицины. И вот профессор Корбетто и в своей статье в основном листке «Ассоциация Бронкологов» и на слайде подчеркивает, что до сих пор в Европе нет единой строенной системы подготовки и единых критериев. Во Франции, в Испании, в Италии есть свои собственные программы подготовки специалистов, но даже их программы различаются. Стандартизации в Европе до сих пор в этом аспекте не доступны. В Италии мы обнаружили, 9 лет назад, сейчас мы находимся на третьем эдисте, что в ИП в Европе до сих пор в Европе и в реальной жизни. Поэтому мы организовали этот университет, 1-летний университет, университет, в Италии. В этом вопросе, когда мы начали, это, что мы принимали, что это фреймворк, что компетенция для интервенциальной пульмонологии. Безискоронкоскопии, Ибусы, что это? Потому что профессиональный компетенция очень, очень комплекса. Потому что это использование коммуникации. Коммуникации. Коммуникация очень важна. Коммуникация не только технические кем, но и эмоции, амортизи, в каждой практике. Вот, профессор Карбетто решил поделиться, как Италия решает эту проблему. Уже в течение, уже десятый год пошел, в течение девяти лет, в Италии действует программа повышения квалификации специалистов области бронзоскопии. Это годичная программа, она называется пневмология интервьютистика Мастерши. Собирает уже, она объединяет врачей из клиник, из многих клиник, с университетским центром. Но вся проблема, заключается в чем? Результатом этой программы должен стать профессионализм. А из чего складывается профессионализм? Это же не только мануальные навыки, это еще и теоретические знания, и как очень верно заметил профессор Карбетто, для Италии, наверное, это очень актуально, это эмоциональная составляющая, как Вы относитесь к своей работе. Мы организовали консенсус 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 и мы организовали основание, основное курриквум интервенциональной пульмонной речи. занимается, в первую очередь, обучением специалистов. И было принято решение создать трехэтапный процесс создания вот этой программы подготовки. и первый шаг это создание то есть создание понятий о ключевых модальностях, ключевых специализациях, то есть возможностях специалистов, какие темы нужно затрагивать. И вот здесь на первом месте встала именно теоретическая подготовка специалистов знаний. И, как я уже говорил, не только за знания, но и более важные знания и знания о божестве Это основная задача для решения, как и в процессе. Действия очень важна для нас. Для нас есть линк-кансер, для диагноза, стадия, натуральный историй, патология. Мы должны знать все эти информации, чтобы быть компетентом в интервентальном хромеологии. Мы должны знать малых и не малых заболеваний центральных заболеваний. Интерститial заболевания, сенклороматоз, когда мы должны делать БЛА, когда мы должны делать креобиопсию, когда есть индикация. И вот на ряде слайдов, профессор Корбетто привел тот, минимальный набор теоретических знаний, которые должен иметь бронхолог. Диагностика и стадирование рака легкого – не просто общие слова, а подходы к стадированию, то есть клинические знания. Ведение пациентов с периферическими образованиями легких. Ведение пациентов, и каждая из этих тем, она расписана на целые под темы, как у нашей программы повышения квалификации, например. Ведение пациентов с заболеваниями центральных дыхательных путей, как злокачественного, так и заблокачественного характера. Интерстенциальные заболевания легких, чтобы врач должен был понимать, когда нужно делать биопсию легкого обычного, когда нужно делать креобиопсию, когда нужно делать бронхолиарный лаваш. Инфекционные процессы, и для России профессор Корбетто подвергает, что это очень актуально, поскольку туберкулеза и инфекций очень много. И то, чего у нас нет в стране, но есть в Италии, инфекционная пульмонология за рубежом охватывает также и проблемы бревральной полости. То есть, дренирование, пункции, плевроскопия, биопсия, плевроведение этих пациентов с мезотревомой, например, тоже входит в компетенцию интервенционного пульмонолога. И затем мы можем тренироваться на практике. Для диагностических процедур, после практической бронхоскопии и биопсии техники, которые мы учимы в филоскопии, мы можем знать и практичить, интервенционный лимбосонограф, ИБАС, ИОСБ, бронхоскопия навигация, из флуороскопии гайд и проводить другие навигации, как лимбосонограф, электромагнитная навигация и другие типы навигации, для пульмонологии и биопсии, в сравнении с радиологами. Процедуры с бронхоскопией и стент Бронхоскопия и Анастезиология и ИСУ очень важно, потому что в больных 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 и в конце оперативной операции. Для контракта массивной амортизации для обстракции и лечения. С теорией стало понятно, теперь следующий шаг в этом ключевом документе, это перечень навыков, которыми должен был дать бронхолог. Здесь были перечислены базовая бронхоскопия, причем здесь уже базовая бронхоскопия включает в себя и все классические виды биопсии, лаваж, трансбронхиальная классическая, эндосонография, выполнение криомных вмешательств. Следующий этап, помимо диагностических вмешательств, это уже терапевтические воздействия, интервенции. Регибная бронхоскопия, электрокаутер, аргоноплазменная прогуляция, стентирование, реканализация, работа с пациентами в интенсивной терапии, особенности работы, работа с пациентами с легочными кровотечениями, педиатрическая бронхоскопия, то есть бронхоскопия в педиатрии. Не для всех врачей, но для тех, кто имеет особенности работы в своих стационарах. И так далее. Второй степень был создать тренировочные технологии, научные и силы-based training, научные ресурсы и так далее. Мы рекомендаем новую методологию для легочей, не теории и имидиателем для пациента, и так далее. Потому что это может вызвать проблемы и проблемы с пациентами и так далее. Поэтому мы рекомендаем этот новый метод, «Лернер-эсэнтри-техи» метод, из-за фиаааа и нового дела андрагоги, что это обозначение одеящее леониде и основан леониде леониде и леониде и леониде в не только книги, не только фронтальные лестницы, и особенно симуляционные модели. Понятно, что мы понимаем, что делать, мы понимаем, какие вопросы нам нужно изучить. Как научить человека этому? Вот вопрос. И Виталий решила пойти немножечко по другому пути, отличному от стандартного обучения. Обычно у нас весь процесс обучения, он вертится вокруг преподавателя. Он решает, что будет давать, он решает, какой объем материала он будет рассказывать. Немножечко сместился этот акцент с преподавателя на обучающегося, на обучаемого человека. Почему? Потому что обучать взрослого не то же самое, что обучать ребенка. У него уже есть свое мнение. И главное в этом процессе, очень верно сказал профессор Корбета, это получить обратную связь от обучаемого. что хочет он, на чему он хочет научиться, каковы его ожидания. Вдохновить человека, заинтересовать человека этой тематикой. И только потом можно будет получать какой-то результат. Помимо классических лекций, помимо работы с книгами, с литературой, очень важную роль занимают симуляционные тренинги виртуальной симуляции и объективной оценке навыков. Да, да. Симуляция очень важна. И мы имеем два типа симуляции. Лог-фиделития симуляции, лог-фиделития с моделами, и иногда с моделами, с моделами, с обычными инструментами. И так же к нам нужно изучать нас. У нас есть, для правильных профессор, Теперь у нас есть бетерлинар вирусе, для симуляции на крупных лоб. И объективная цифра. Лог-фиделития с моделами. Очень важная роль вируса. technical simulation for the work, the teamwork with nurses, with anesthesiologists, in the operating room. Здесь очень важный момент, который затронул профессор Харбент, это то, как применять симуляторы. Можно закупить очень много симуляторов, но результат не будет достигнут. Во-первых, используется методика, вот раньше было как, да, и до сих пор у нас так часто очень происходит в жизни. Посмотрел процедуру, поприсутствовал при процедуре, а потом попробуй повторить. Сейчас немножечко по-другому в Италии происходит. Посмотрел процедуру, прошел тренировку на симуляторе, а потом сделай одну под хорошим контролем. Разные используются уровни симуляции. Вот стандартные симуляторы есть, есть виртуальная симуляция. Сейчас Пентекс в Италии предлагает и симуляторы биотренинги на легких животных. Но, тем не менее, еще одним моментом, помимо симулятора, является и тренировка не технических навыков, а команды, если бы сначала используете симуляторы, в этом же навыке значительно быстрее набирают определенный уровень. Мы организованы на мастер, но также на мастерском 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 мастерском. И, например, для основной процедуры, для APDN и РФО-ВСИТ, Мы организуем весь путь, от того, как мы рассматриваемся, от того, что мы проводим учителям, то есть из-за теста, мы собираем все пылесосы на литературе, и мы можем найти что-то маленькое лимфе, который мы используем с TBNA, но также с TBNA. И затем мы можем научиться, как решить и устанавливать репрессивную скорость на сайте. Мы можем сделать репрессивную паниколау, с патологией, с патологией, и в конце мы можем читать микроскопию и научиться, как определить репрессивную лимфоскопию, например, в Пигране, это не типичная сайтология, но это способа научиться с обучением тренировки. Они два дня собираются все вместе, и они проходят по факту всё то же самое, что на человеке, только на животном, начиная от обычного исследования, находят под контролем ультразвука лимфовозок, пунктируют его, затем сами готовят стёкла под присмотром цитопатолога, затем сами интерпретируют, и всё это происходит в едином сообществе. И это резко повышает эффективность работы. И то же самое с симуляцией, например, для ИБОС TBNA, это очень полезно, для анатомии, для декстратистики с паникой, для плеварной тренировки и торакоскопии, и ИБОС навигационная тренировка, вы можете видеть Пьеру здесь, в действии, для навигации, для навигации, для ригид бронхоскопии, здесь есть с животными, и в Китае, где мы в Китае. Здесь тренинг на животном-панкоскопии на семье, которая находится в наркозе или это уже на каденском материале. То есть, вы видите, профессор Корбетто вам показал все возможные варианты тренингов, которые они применяют. Это самые разнообразные симуляторы, виртуальные симуляции для оценки навыков и подготовки специалистов области андосонографии, это работа на животном материале, это работа с помощью самых разнообразных виртуальных навигационных систем, в конце концов работа на трупном материале. Да. Да. Третья фаза была разработка спецификах на компетенции для оценки. И для этого, мы получили квалификацию и квалификацию не только квалификацию, потому что, мы знаем, что исследовательства рекомендают минимум процедуры для фрагмент 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 и для обучения 50 и 50 процедур у нас есть место чтобы обучить в качестве выполняемых процедур. Вы можете взять 100 биопсий, но 100 из них будут не информативными. Зачем тогда их выполнять? И вот здесь на слайде представлено, что необходимы объективные критерии по оценке качества вашего обучения, правильно ли вы вообще это выполняете. Считается, все же врачи учатся по-разному. Кому-то достаточно 10-15 процедур, кому-то нужны 50 и 100. Вот одна из публикаций, на которой показана кривая обучения, то есть как растет эффективность биопсий под контроль мультразвука. Считается, что достаточно выполнить 50 процедур, чтобы иметь приемлемую эффективность. Но даже после выполнения 50 процедур эффективность все равно продолжает расти. То есть эффект обучения все равно сохраняется. Мы также рекомендаем использовать лаборатория, например, ДОПС, ДИРЕК ОБСЕВАЩИНО ПРОСЕВАЩИНОВ ПРОСЕВАЩИНОСКИВАЩИНОВ И, особенно, профессор Кольт Рик Ольт developed мани-questionер виболюционер для проверки практических компетенций Виб-стат фронтологический Виб-стат 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 Мы используем, например, хипостат в мастерстве, и это позволяет evaluать в начале и в конце нашего тренинга, если есть улучшение. И он позволил нам также проверить, что участники, которые имеют более 80% от хипостата, не имеют преимущества от тренинга с симуляцией и могут идти в специальную практику. Для этого используются самые разные шкалы, опросники и так далее. В Италии основном используются для, например, обучения эндопронхиальным ультразвуками, стандартной бронхоскопии, зарубежные опросники, обустатели, бронхоскопистат. Этот опросник сделан для врача. Он ориентирован на практические вещи. Он не затрагивает много теории. Он оценивает именно... Причем врач может сам оценить свою эффективность, не из-под палки. Для врача это сделано. И вот в одном из исследований было показано, что если врач действительно проходит этот тест и набирает определенное количество баллов, 80 и больше, то ему можно уже не проходить дополнительный симуляционный тренинг. Он обладает достаточным уровнем капитализации, чтобы сразу переходить к работе с пациентом. Врача может покровать результаты, наблюдать результаты и результаты. Врача может marksать результаты, как сформулирование врача. Причем врача способа терпированной врача. и продолжать мастер-культуру в интернет-пульмонологии и формировать жизнедеятельность, потому что мы надеемся распространять в других ситуациях. Далее в тренинге через дополнительную подготовку к области интервенционной пульмонологии и в перспективе в непрерывном медицинскому образованию с этим единым электронным кабинетом, где каждый врач может отследить свою эффективность. Не для галочки, а действительно важные клинические параметры. Американские интересы в этом проекте и создавали документы, которые я сейчас описываю, и это будет хорошая история. И это доступен в ЕСК-ТЕНСО, и также на сайте ОРП, ЕСК-ТЕНСО, и Интервенционная пульмонология. Вы можете подписаться и вы можете подписаться на сайте. Это моя конкуруза, что успех и будущая пульмонология и интервенционная пульмонология зависит от тех тренинговых возможностей для пульмонологов и эндоскопистов. И вспомнить, что лучшая методология – это сказать мне, что я забыла. Учитывайте мне, вспомните, уважайте меня, и я учусь. Спасибо! И в завершение своей лекции профессор Карбетто хотел вернуться к тому, что сейчас, наконец-то, такой документ по обучению бронхоловных на европейском уровне будет предложен на рассмотрение. Он будет в рамках Конгресса и в рамках Европейской ассоциации бронхоловных представлен. Вы можете с ним ознакомиться на сайте. И в завершение своего доклада хотел как раз три буквально фразы ключевые и сказать об обучении. Скажи мне, расскажи мне, и я забуду. Скажи мне, расскажи мне, и я забуду. Научи меня, и я запомню, и лишь вовлеки меня в процесс. Увлеки меня этим процессом, и только тогда я научусь. Вовлечение врача в процесс обучения, и его заинтересовалась, это ключевой фактор успеха. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И следующий доклад у нас будет представлен доктором Пьера Канделе. Далее доклад будет посвящен...